приветствую вас на канале москвичи без границ мы сегодня посетим меганом пляж меганом покажем виды вот такие прекрасные потрясающие которые здесь открываются посетим мыс алчак только с другой его стороны зайдем на беседку как раз таки потом заедем куда-нибудь покушать и покажем конечно же цены которые здесь на устричном пляже на пляже меганом все это будет сегодня на нашем канале так что оставайтесь и не переключайтесь так на мы сейчас приехали уже к пляжу алчак кая это с другой стороны мыса алчак то есть судак у нас остается там мы его объехали мыс алчак кая сейчас подойдем поближе к беседке покажем ее виды и подойдем головам острова пасхи который находится там вот здесь есть такой пляжик и как вы можете наблюдать здесь народу практически нет но здесь надо приезжать уже на своем автомобиле и причем припарковать автомобиль вообще без проблем можно есть медпункт есть саборды есть катамараны тоже самое все также и места очень очень много и в принципе пляжик тоже такой живописный мыс меганом виден здесь и здесь мыс алчак с правой стороны то есть ну довольно таки интересное такое местечко у нас кстати погода немного подпортилась обещанный дождь все-таки состоялся и вот он он впереди идет дождик уже здесь был небольшой дождь но прям еле-еле покапала видите тучи какие висят но это нам не мешает мы сейчас отсюда потом поедем обриду арт посмотрим что там есть у нас вот на беседка на мысе алчак приближаемся к ней ближе можно здесь посидеть отдохнуть вот здесь кстати можно сейчас вот летнее время встречать рассвет что будет очень прикольно и вот такие виды открываются с нее на море уже на мыс меганом и в сторону еще диких пляжей а здесь его очень много дикого пляжа просто можно даже вот здесь вот спуститься и будете здесь купаться просто одни но заход в море будет крупный камень вот такой это даже не галька именно крупные камни дальше все в водорослях во мхах вот такие места даже здесь есть а мы доходили до мысла до той стороны предыдущих видео находится сразу неподалеку такой арт-объект головы острова пасхи вот так они выглядят расположены по кругу вот такие вот объекты ну а мы отправимся дальше с вами на тавриду арт посмотрим там все арт-объекты что там есть какой пляж и какая там царит сейчас атмосфера так ну что мы доехали до главного входа таврида арт есть парковка вот здесь можно припарковаться если места нету то можно здесь на поле встать если здесь места нету то там впереди есть просто огромнейшее поле где можно припарковать свой автомобиль транспорт сейчас пойдем дальше и будем узнавать как туда попасть так но короче я заранее ничего не узнавал хотя надо было бы я думал то что здесь только надо подавать заявку когда проходит именно сам фестиваль таврида арт оказывается нет надо подавать завязку когда уже посетить эти арт-объекты подаешь заявку и рассматривать в течение 5-6 дней короче до недели и тогда вас приглашают сюда и вы и вы сможете посетить все объекты только присутствие экскурсовода так территория охраняемая закрытая просто так туда не попасть к сожалению ну ладно это будет нам урок то что заранее надо смотреть все объекты которые хотим посетить и какие у них есть нюансы но мы сейчас тогда проедем на пляж меганом покажем какая обстановка там ну я думаю там у нас все получится и все вам конечно же покажем так что не расстраивайтесь и не переключайтесь но мы уже доехали до пляжа меганом которая находится тоже недалеко от судака посмотрим какие здесь расценки что здесь есть интересного погодой говорю единственно только немного подпортилась но нам это не страшно есть большая огромная парковка начиная в ту сторону в эту сторону устричный пляж есть вот впереди тоже указан парковка бесплатная это тоже немаловажно то есть доезжайте до сюда дальше уже все пешеходная зона можно брать электросамокаты в аренду и гонять вот так вот туда в сторону таврида арт вот это вот все идет кластер таврида арт но который вот закрыт как раз таки посмотрите какие здесь идеальные дороги просто заасфальтированы как пешеходная зона указана так и для роликов самокатов велосипедов можно вот так вот кататься такие холмы шикарные здесь пляж меганом здесь устричный пляж то есть выбирайте любой пляж и идем отдыхать смотреть цены какие будут нам подпадаться все будем показывать конечно же и видите какие тучи массивные у нас над морем прям идут со стороны южного берега крыма вот с той стороны со стороны алушты прям вот тащит судак весь всю эту непогоду все эти дожди но их обещали дождь ливень грозу и даже море посмотрите испортилось прям такие барашки волны вот кто-то уходит с пляжа но мы только приехали как раз чтобы записать вам вот место которое есть еще в судаке который обязательно надо посетить если вы рядом и причем если вы со своим автомобилем но здесь где-то есть еще остановки то есть можно доехать на каком-то транспорте транспорт я не узнавал какой точно вот но добраться можно сюда вот но устричный пляж перед вами внизу давайте подойдем сюда поближе и посмотрим на него сбоку ну не сбоку а сверху а потом уже пройдемся на пляж мегано вот так вот он выглядит такой тут обрыв может обвалиться не знаю наверное в любой момент есть спасатели есть шезлонги навесы но именно чтобы остановиться своим полотенцем не так много места больше всего конечно все занято шезлонгами и навесом то есть с полотенчиками своими вот небольшой кулачок либо за шезлонгами останавливаться то есть вот такой вот пляж устричный но неплохой тоже такие скалы ступеньки все как бы есть прикольно и можно вот здесь еще останавливаться наверху на второй линии как бы тоже шезлонгами и под зонтиками тоже прикольное место так смотрите есть детская площадка то есть кто с детьми отдыхает приезжайте и детям есть где развлечь сейчас как раз таки солнца нету и можно как раз таки покататься на качелях с горки и так далее потому что не нагрето ничего есть вон там столовая фреш попозже подойдем посмотрим расценки какие там есть и давайте посмотрим вот здесь вот вкус нашего моря меню устрицы одна штука 300 рублей медийствор как 300 грамм 400 рублей соус витом я картофель фри 200 запеченные устрицы тоже есть морепродукты и рыба барабуля жареная 150 грамм 750 рублей все нажимаете на паузу и смотрите какие цены пиво начинается на 200 рублей это безалкогольная алкогольная 250 рублей холодные напитки лимонад разливной 150 рублей сок 100 рублей чай 200 миллилитров по 100 рублей кофе от 150 рублей вот он сам пляж меганом сверху вам показываю его есть тоже навесы и шезлонги бунгало ступенечки идут такие нормальные в принципе есть даже места где посидеть отдохнуть людей тоже достаточно это несмотря то что сейчас обеденное время как бы и погода плохая я думаю под вечер если погода наладится то людей здесь тоже будет достаточно потому что вся парковка занята в автомобилях наверное сейчас сидят все кушают вон столовой давайте тогда сейчас пройдемся через столовую и выйдем еще туда на мыс с вами там где можно останавливаться с палатками на пляже меганом дикое место такое туда прям подъезжают чуть ли не на машине прям вплотную к пляжу это можно останавливаться отдыхать вот и загорать но давайте зайдем посмотрим какие цены на меганоми в столовой который есть поблизости столовая небольшая цены как бы вам представлены так что нажимайте все на паузу и смотрите какие расценки на данный момент здравствуйте на 19 июля а вот салатик и есть по 150 рублей по 150 рублей по 300 борт стоит здесь уже 250 рублей лагман 400 рублей плов манты манты 3 штучки 450 рублей так как столовая хорика которые есть мы брали по 75 рублей за штуку здесь только получается что 15 150 рублей одна штука гарниры вот так это все выгибы из компотеки салатики баночка попа кола стоит 140 рублей энергетические напитки по 250 рублей холодный чай по 200 рублей любимая пола 200 рублей чай липтон 200 рублей вот такие вот расценки как бы чем дальше уехал я думал здесь будет дешевле нас здесь получается сразу дороже два три раза на некоторые позиции я на в четыре раза это я переборщил но в два раза до цены два раза сразу дороже потому что поблизости больше ничего нету конкуренции нету такой как судакей ценность следовательно выше ну и плюс это новое место обновленное и как правило где новое место обновленное сразу цены почему-то взлетают до небес но цена просто за манты за одну штуку это получается 150 рублей но это дорого друзья реально дорого это даже не 100 рублей 150 рублей но но люди все равно сюда приезжают машин очень много но единственное я могу сказать то что может быть сюда приезжают именно как раз таки посидеть на пляже отдохнуть там со своей едой может никто еще не не покупает здесь вот но люди как бы были неполная посадка но и время уже как бы 1452 вот время можете сами посмотреть 14 часов 52 минуты уже как бы обеденное время больше прошло но так как здесь толком ничего нету кафешек и так далее то конечно люди если сюда приехали они будут кушать здесь но конечно вот этот вид на памятник природы меганом но вообще такое необычное такие холмы здоровски вот единственное они сейчас вот летом наверное такие желтоватого цвета и темно такого зеленого цвета если по весне наверно здесь все эти холмы все эти горы наверно зеленого цвета когда трава только вылезает только сочная такая тоже наверно необычной красоты смотрится но даже сейчас тоже это необычно то есть у нас там например скалы на южном берегу крыма а здесь вот такие вот холмы 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 очень здорово очень красиво смотрится на самом деле вот есть молодежно-просветительный курорт карта таври дарт можно все посмотреть вот он пляж меганом а мы сейчас получается идем на пляж модус это где как раз кину на него мы не идем и сверху на него посмотрим а где ставят палатки дальше уже идет мы с меганом это вот этот мы с меганом пляж спортивный пляж академический пляж миндальный пляж меганом пляж багратион перспектива и пляж ракета вот здесь тоже такой кластер хороший там тоже есть автокемпинг парковка кафешки и тоже такой неплохой пляжик на самом деле еще здесь как раз таки проходит большая крымская тропа прибрежный маршрут который идет вот так вот через весь меганом можно пройти по таким красивым местам через бугас палачный лагерь тортуга палачный лагерь тшива то есть много всего интересного встретиться на пути на самом деле если пойти вот по этой тропе и туда вот дальше 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 уходить а он даже домики ведь стоят наверху где можно ночевать вот но он еще небольшой пляж такой не менее красивый здесь породы такие интересные скал то есть видите они прям кусками такими и слоистый как не знаю как торт наполеон знаете такими слоями но здесь вот прям ветер уже очень сильный я даже не знаю вот это сюда в сторону слышно ли меня или нет просто ветер прям ну поднялся хороший все из-за непогоды вот этой и здесь как раз таки тоже можно поплавать вот люди в масках плавают даже несмотря то что есть волнение вода не совсем грязная видно то что небольшая муть поднялась но вода в принципе чистая вот но вот так вот можно вот там вот приезжают с палатками ставят оставляют машины там наверху и располагаются отдыхают здесь диким образом и можно вот сюда прийти в столовую покушать наверх или там до судака доехать набрать продуктов и тоже там кушать смотрите как вороны и зависают прямо на на фоне гор на фоне холмов провод порядка красавцы такие четыре ворона посмотрите как порядка просто обалденно вот такой вот спуск к пляжу принципе ступенечки вот а вот есть перила здесь уже досок нету за что держаться за перилок нет вот там вот проходит дорога такая видите грунтовая по которой можно проехать на автомобиль только тоже будьте бдительны то есть если пойдет сильный ливень может быть можно завязывать наверно то есть рассчитывайте возможности своего автомобиля есть акулия бухта скала акулий плавник мыс рыбачий бухта капсель бухта гравийная вот все здесь представлено это вот а вот на полуострове миганом все это находится если здесь прям так остановиться по изучать но конечно это изучать лучше нас а бордах на каких-нибудь или какой-нибудь катер взять вот то есть все это посмотреть вот здесь прям куб крупные такие камни прям огромные лежат а так сверху песочек и дальше вот идет тоже галька но она тоже плоская нормальная удобная вот есть лежаки есть саборды все это представлено здесь так что касается шезлонгов один час 150 рублей три часа триста рублей на целый день 500 рублей шезлон саборда и час 500 рублей можно брать но явно уже не в такую погоду погода конечно реально испортилась а в хорошую погоду когда море спокойно и вот здесь вот есть где поплавать и что посмотреть я думаю здесь прям ну реально вот туда вот уплыть куда-нибудь на саборда будет очень очень красиво виды там будут потрясающие если еще остановиться если бы вдвоем то там поплавать как раз и смазки тоже будет здорово я думаю там интересные есть какие-нибудь подводный мир какие-нибудь бухты такие прикольные но волны вот такая вот обстановка потом впереди с палатками сейчас как раз будет выходной сейчас люди начнут подтягивать сюда но единственное то что погода испортилась вот все тащит оттуда может быть на этих выходных будет не так много народу что очень хорошо видно то что люди там около буйка плавают стоят на месте и сразу спасатели подходят и стараются следить за ними если что причать в рупор чтобы они выплывали и если что она и наверное за ними пойдут спасатель то есть сразу здесь следят за этим делом за дороговой линией то есть это их не ответственность и они слаженно так действует если что чтобы вы знали название этого пляжа моду вы можете здесь побыть на модусь на меганоме и устричный пляж с этого спешей доступности здесь можно песочком спокойно пройти остановиться купаться то есть но на данный момент здесь людей меньше чем по крайней примере в судаке посмотрите отсюда мысль алчак вот она посмотрите какой маленький конечно по сравнению с меганомом да и с дальними горами которые в судаке находится конечно да совсем малыш реально здесь горы намного больше намного массивный вот такие пляжи мы вам показали друзья но конечно вдоль трассы здесь виды конечно потрясающе сейчас мы чуть-чуть проедем юля камеру вытащит в окошко и покажем вам виды какие открываются на горы а а Продолжение следует... Так, ну что, вот мы и добрались, наконец-то, до центрального рынка. Домашнее мясо, свежая рыба, фермерские продукты Ленина. Двина, 19.7 до 19.00. Работает рыночек. Ну давайте сейчас с вами пройдемся, посмотрим, какие цены. Нас интересует больше не одежда, не рынок одежды, а все-таки место овощей, фруктов, мяса и так далее. Самые необходимые продукты, которые нужны в отдыхе, на отпуске. Так, что у нас здесь есть? Карбонат, кровянка, варшавская колбаска, 970 рублей, сосиски-ленские 850. Вот про что я вам говорил, очень много сыров в сурегуне, копченок, сыров в сурегуне, в виде параночек, даже сделаны суши. Пойдемте, давай. Вот такие сыры, шикарные, смотрите, какие. Это выглядит как булочки, прям это все сыр, копченок. Дальше у нас что с вами попадается? Ряды с арбузами, с дынью. Арбузы, дыни почем? Арбузы 40 рублей. 40, а дыня? Дыня 70 рублей. А торпеда? Торпед дорогой, 150. 150, ага, понял, спасибо. Так, вот здесь начинаются ряды продуктовые уже, овощи, дынка, красный арбуз без семечек, медок, огонек даже есть уже, звездная ночь, уже вот такие арбузики появились. Вот эти красные, огонек и звездная ночь, очень вкусные арбузы. Так, пройдемся здесь по рядам, посмотрим, что здесь у нас есть. Помидоры по 120 рублей. Цен очень мало, а при костном подъезде. Цен очень мало, практически нигде нет. 150 за стаканчик малины, банка пол-литра, 300 рублей. Виноград такой по 150, кишниш местный, кискос, персики по 130 и по 100 рублей. Ну 100 рублей он такой чуть мятый, а по 130 он хороший. Помидоры 140, 200 рублей, голубито 250, дыни 100. Так, помидоры 120, персики 120 и 100 рублей. Арбузы и помидоры тоже по 120. Крылский арбуз. Короче, вот такой вот рынок центральный, толком здесь ничего нету. Вот, и цен, как вы видели, тоже нигде нет. Это как на Ялтинский рынок приходишь на левую часть, которая больше относится к отдыхающим, где цен нету. Вот, такой же рынок и здесь, вот один в один. Дальше идут шмотки, на которых тоже, в принципе, цен практически нету. Вот так, только на некоторые позиции указаны цены. А так, в основном, ну, сделать здесь абсолютно нечего. Выбор маленький. Мясо я так не увидел. Там, где мясо-палатку зашел, то там тоже цен нету. То есть, такой рынок рассчитан чисто для отдыхающих, чисто своим названием. То, что он центральный рынок. Я думал, сейчас покажу вам овощи, фрукты. Вот я показал вам все те ряды, что там есть, и все. Здесь толком ничего больше нету. Остальное все забито одеждой. Вот вам и центральный рынок. Говорю, один в один, как Ялтинский рынок. Только в Ялтинском рынке есть часть, где сельхозпродукция, где торгуют со своих городов, своих поселков. Здесь такого нету. Здесь вот три ряда, и все одинаковое, все без цен. Вот такая позиция здесь. Это они все одинаковые. Ну что, мы пришли в Сиахаус Грин. Смотрите меню, цены. По отзывам здесь отзывы хорошие. В столовку мы не решили идти, потому что мы уже в столовке наелись. Поднадоело. Решили в последний вечерок уже посидеть в таком, ну как ресторан, все-таки, наверное, он считается. Цены сами смотрите, нажимайте на паузу. Помещение есть как на улице, я сейчас вам попозже покажу. Гарниры. Вторые блюда, вот такие вот. И сзади у нас на обратной стороне есть барная карта. Пиво разливное, здесь уже идет по 170 рублей. Но это, в принципе, нормально для кафе, для бара, для ресторана. Это нормальная цена. Это не 350 и не 400 рублей за 0,5. То есть ценник нормальный. Десерты есть, вина есть, вины Крыма, игристые вины, алкогольные коктейли за 300 миллилитров по 500 рублей. Вот, конечно, ну да, в принципе, оно так и есть, да, по 300 рублей. Ну, само заведение выглядит вот таким вот образом. Столики на улице стоят, лыжи есть. И есть детская комната. Вот такая небольшая на открытом воздухе. И вот там вот здание, это уже мангальная зона, там жарят шашлычки. Шашлыки, кстати, я посмотрел, жарят неплохо, хорошо проверяют их. И стоимость шашлыка шеи, например, за 100 грамм, 390 рублей. То есть у вас шампурик выйдет где-то рублей на 380. В принципе, нормальная цена. Курица-филе стоит, за шампур будет где-то 260 рублей. То есть нормальные цены, такие приемлемые. Но чуть-чуть подороже, конечно, чем в столовой. Так, принесли пиво, белую скалу и мохито. О чем мохито, не помнишь? 300 рублей. 300 рублей за 0,5. Вот такой стаканчик, подача быстрая. И как раз-таки для всяких очисток. И где руки помыть потом после рыбы в лимонной водичке. То есть подача пока что на высшем уровне. И все намного быстрее, чем стоишь в очереди в столовой. Но за это приходится немного переплатить. Олене мы заказали. Две сосиски и картошка по-деревенски. Но выглядит тоже хорошо. Даже пахнет чесночком от картошки. Выглядит неплохо. Ну а вот так вот в этом заведении выглядит Цезарь с мидиями. Надо сейчас Юлька сфоткать. Потом мы его проверим на внутренности. Так, да, мидии есть. Не прям много, но не есть. Есть помидорки черри, лист салата, сыр, сухарики. То есть в принципе нормально. Так, принесли барабулю черноморскую. Видите, она маленькая, потому что океаническая она здоровая. Вот такая вот кушка. А здесь это чисто черноморская настоящая барабуля. Попробуем, оценим. Пока что салатик скушали вкусно. Алинке мохито понравился. Картошка тебе нравится? Картошечка вкусная. На картошку она прям налегла. Даже несмотря на то, что она с зеленью и с чесноком. Так, и принесли нам рыбную сковородку. Здесь креветки, рыба различная. Вот получается семга. Семга, креветка. И что там, судак? Помидоры, судак, да. Картошка, ето там. Картошечка, вот краешек, вижу, картошки. Ну рыбы, кстати, много, морепродуктов много. Так что тоже очень даже неплохо. И все это в таком соке. Сюда надо было, наверное, еще какую-нибудь лепешечку заказать, чтобы этот сок потом покунать. Так, ну и покушали мы на 3130 рублей. Картофельные дольки 160 рублей. Сосиска отварная 2 штуки 200 рублей. Рыбная сковородка 800 рублей. Цезарь с мидьями 550 рублей. Барабуля жареная 650. Макета безалкогольная 2 штуки 600 рублей. Белая скала 170 рублей. Вот так вот мы их покушали. Но зато это было вкусно и не жалко этим денег на самом деле. Так, ну а снаружи зеленое выглядит вот таким вот образом. То есть вы его не пройдете. Я вам показывал его. Также здесь есть еще и сиа хаус. Как бы можно где пожить. Здесь местевой дом. Прямо на первой береговой месте находится. Свободных номеров на данный момент нету. Но вот телефон как бы тоже неудобно закрыт. А платить можно как наличными, так и картой в этом заведении. И вот как раз и сейчас жарятся здесь шашлычки. Вот так они выглядят. Выглядят шикарно. И я видел то, что выкладывают их маленькие кусочки. Аккуратные, сочные. Видно, что хорошие шашлыки. Так, ну что. На 19 июля у нас обстановка не меняется. Все так же по-прежнему много людей ходит по набережной. Вот мы сейчас вышли после кафе. Как раз и после нашей поездки к Меганому. Вот. Разрядили, так сказать, обстановочку. И люди вот ходят, гуляют. Сейчас как раз закат. Еще закат такой получается шикарный. Так что тучки такие. И солнышко светит. Видите, даже до вечера погода все равно так и протянулась. Такая заоблачная немного. Но людей достаточно. Кто-то в тир играет. Кто-то дротики кидает. Играет в дартс, выигрывает игрушки. Кто-то сидит на скамейке. Ну, а людей по-прежнему так же много. Ну, а вечером можно вот так вот покачаться на качельках. Шикарно. Место здесь уступается. Есть свободные места. Но приходится, конечно, немного подождать. Потому что с такой атмосферой на набережной, сколько людей сейчас ходит везде, то очередь создается, конечно, в любом случае. И посмотрите, какой шикарный закат сегодня на набережной. Вообще обалденный. С одной стороны у нас закат, а с другой стороны у нас луна поднимается. Тоже красноватого цвета. Такая же, как и закат. И вот оно, вечерний ажиотаж, который происходит в Судаке на набережной, когда все хотят покушать, отдохнуть. Все уже закупились шашлычками. И везде сидят, отдыхают. Везде играет музыка. Людей много. Столы заполняются. То есть идет движение полным ходом. Лето, середина лета. Все в самом разгаре. Сейчас происходит в Судаке, в Крыму на 19 июля 2024 года. Ну, а в этом месте мне уже многие писали. И сами мы попались на эту удочку. Здесь, короче, лучше ничего не брать. Мясо приготовлено, что хрен знает когда, с самого утра большими ломтями. Очередь стоит, но это не шашлык. Это просто подошва. Она жесткая и невкусная в этом месте. Лучше здесь не брать вообще. Проходим дальше заведение. Здесь вот как раз-таки на улице уже люди начинают сидеть как раз-таки отдыхать. Ну что, друзья, надеюсь, вам наше видео, как обычно, понравилось. Было интересно. Показали вам интересные пляжи, которые находятся в стороне. Судака чуть правее, чуть левее, как бы, чтобы вы сориентировались, где вам лучше отдохнуть. Вот. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить палец вверх, писать комментарии. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok